Сарга 38. О внешнем поклонении. Шива продолжил. Это высший бог, которому всегда следует поклоняться знающим. Он есть основа всего, всенаполняющая сущность ощущения, чистое сознание. Он пребывает в сосуде, ткани, дереве, стене дома, повозке и обезьяне. Он есть Шива, Вишну, Брахма, Индра, Кубера и Яма. Он сущность всего, внутри и вовне. Мудрым он известен, как неизменное собственное Я, и они поклоняются этому богу разнообразными методами. О великомудрый, я объясню, как ему следует поклоняться внешне, а потом, узнающий истину, я расскажу о внутреннем поклонении. Слушай! Во всех методах поклонения следует отказаться от идеи тела, даже очищенного ритуалами. Потом с помощью усилий необходимо понять чистое сознание, осознающее тело. Поклонением является только медитация или внутреннее сосредоточение и ничто иное. Поэтому этому богу, основе всех трех миров, надо постоянно поклоняться медитацией и сосредоточением. Это чистое сознание, подобное свету тысячи солнц, это свет всего светящегося. Это свет сознания внутри, пребывающий как сущность чувства Я. Бесконечное, абсолютное пространство его горла. Бесконечное нижнее пространство покрывает его лотосные стопы. Его руки простираются бесконечно во всех направлениях. Разнообразны огромные миры оружия в его руках. Бесчисленные вселенные, скрытые в уголке его сердца, Его сияющий свет наполняет и превосходит бесконечное, высочайшее пространство. Сверху, снизу и по всем направлениям он украшен множеством богов, Брахмой, Индрой, Шивой, Рудрой и другими. Бесчисленные живые существа, волоски на его теле, Разнообразные действия, веревки, приводящие в движение, Механизм трех миров. Желание, действия и знания энергии, наполняющие его тело. Таков этот высочайший бог, которому следует всегда поклоняться мудрым. Он чистое сознание, сущность восприятия, вездесущий и пребывающий во всем, Сосуде, ткани, дереве, стене, повозки и обезьяне. Он есть Шива, Вишну и Брахма, Индра, Кубера и Яма. Он единственная основа всего бесконечного разнообразия, Недвойственная истина и существование. Время – охранник у его ворот, удерживающий от слияния с ним бесчисленные миры. Вся эта вселенная с ее корами, существами и объектами – всего лишь крошечная частичка его безграничного тела. Необходимо медитировать на этого великого бога, у которого тысячи ушей и глаз. У него тысячи голов, и он украшен тысячами рук. Он видит все повсюду и повсюду обоняет. Он повсюду осязает и повсюду ощущает вкус. Повсюду слышит и повсюду осознает. Он превосходит любые мысли и размышления. Он всегда благ и блажен. Он делает все повсюду и приносит результаты всех желаний и помыслов. Он пребывает во всех существах и предметах. Он единственная основа всех основ. Поняв это, следует старательно медитировать на этого великого бога. О лучший из знающих брахмана, слушай о методах поклонения ему. Этому богу следует поклоняться собственным сознанием, а не подношениями цветов или воды. Ему не поклоняются с помощью горящих ламп и ароматных свечей, подношениями множества цветов, пищи, драгоценностей или ароматных масел. Ему не поклоняются шафранам и камфорой, разнообразными блюдами и тому подобным. Ему поклоняются только безусильным, спокойным, постоянным, нераздельным и неизменным самоосознанием. Только это и есть высшее понимание и медитация. Только это и есть лучшее поклонение. Постоянное осознание чистого сознания, пребывающего внутри, во время видения, слышания, ощущения, прикосновения или запаха, во время еды, ходьбы, сна, дыхания, разговора и прочих дел, Оставайся невовлеченным, чистым сознанием. Богу собственной сущности надо поклоняться нектарам медитации. Только медитация подходящая, подношение прекрасного вкуса, без стремления поклоняться цветами. Медитация – единственное подношение чистому сознанию, желаемое им самим. Медитация – подношение для омовения божеств, чистое понимание, появляющееся в медитации, подносимый ему цветок. И это лучшее из медитации. Помимо медитации нет других методов, которыми достигается высшее «Я». Медитация приносит благо и великое блаженство всех наслаждений, подобно тому, как человек насыщается пищей в доме тела омуни. Тринадцать мгновений поклонения такой медитации, о мудрый, даже глупцу, приносит плохой результат, равный пожертвованию коровы. Поклонение в течение ста и одного мгновений, о могучей, приносит человеку результат ритуала ашваметхи. Поклонение в медитации своей собственной природе в течение получаса, о могучей, приносит человеку результат тысячи ашваметх. Поклонение медитации своей природе самим собой в течение часа приносит результат царского жертвоприношения Раджасуи. Поклонение таким образом в течение полудня даст результат ста тысяч таких жертвоприношений. При поклонении в течение дня человек становится небожителем. Это высшая йога. Это высшее действие. Таково объяснение внешнего поклонения высочайшей, собственной природе, чистого сознания. Тому, кто со спокойным разумом практикует хотя бы мгновение этого очищающего поклонения, «Уничтожающего все прегрешения, поклоняются боги, демоны и множество существ, и он понимает собственную природу и достигает освобождения в мире, подобном мне». Такова сарга, тридцать восьмая, о внешнем поклонении, первой части книги шестой об освобождении Маха Рамаянны Шриевасиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Продолжение следует...